Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск «Еселяк Парад» и в начале коротко о главном. 57 североказахстанских педагогов привлечены к дисциплинарной ответственности в прошлом году. О нарушениях, допущенных учителями, расскажем через несколько минут. Полицейские области задержали подозреваемых в отстреле Лося. О ходе расследования узнаете в выпуске. С начала года в регионе произошло 54 пожара. О чрезвычайных ситуациях журналистам рассказали на брифинге. Президент Касым Жумар-Тукаев совершит рабочий визит в Россию по приглашению Владимира Путина. 10 февраля в Москве Касым Жумар-Тукаев проведет переговоры с президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства. 11 февраля Касым Жумар-Тукаев в Казани встретится с президентом Татарстана Рустамом Минихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики. В декабре 2021 года Касым Жумар-Тукаев и Владимир Путин провели отдельную встречу на полях неформального саммита СНГ. Владимир Путин пригласил Тукаева приехать в Россию в начале 2022 года. Президент Казахстана Касым Жумар-Тукаев намерен вернуть в страну деньги, которые были выведены незаконно. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании правительства. Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложение по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов, сказал Касым Жумар-Тукаев. Взносы в фонд «Казахстан-Халкена» не принудиловка, а шанс, отметил глава государства на расширенном заседании правительства. По словам президента, от бизнеса требуется налоговая честность, социальная ответственность. Одним из проявлений такого подхода является пожертвование фонд «Казахстан-Халкена». Его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии. Хотя взносы других компаний, включая иностранных инвесторов, конечно же приветствуются. Касым Жумар-Тукаев подчеркнул, что это не принудиловка, а шанс состоявшимся прибыльным компаниям и гражданам пожертвовать средства на благородные общенациональные цели. Повышение доступности государственных услуг, социальной помощи и мер господдержки нуждающимся гражданам – это основные задачи, которые стоят перед управлением координации занятостей и социальных программ Североказахстанской области. Основными направлениями работы регионального ведомства является оказание государственной поддержки по обеспечению занятости безработных, повышению мобильности трудовых ресурсов, адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и поддержки лиц с инвалидностью. С 2017 года в области реализуется государственная программа «Енбек», которая завершилась в прошлом году. В 2021-м ее участниками стали более 20 тысяч человек. 880 из них прошли курсы по обучению основам предпринимательства «Бастау Бизнес». Еще 588 граждан получили льготные кредиты. Регион – участник программы по переселению граждан из трудоизбыточных областей республики. Только за прошлый год в регион прибыло 784 семьи, а это порядка 3 тысяч человек. Отдельное внимание в работе управления уделяется оказанию поддержки социально уязвимых слоев населения. Малообеспеченным гражданам осуществляется выплата адресной социальной помощи. Только за прошлый год ею охвачена 2331 семья на сумму 577 миллионов тенге. По информации областного управления здравоохранения, за прошедшие сутки у 231 североказахстанца выявлена коронавирусная инфекция. Один больной скончался. В Петропавловске за прошедшие сутки заболели 56 человек. По 28 случаев заражения в Акаинском и Кызылжарском районах. 24 ковид-положительных в районе Макжана-Жумабаева. Еще 20 в Таиншинском. Всего с начала пандемии ковид выявлен у 41 738 североказахстанцев. Количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 38 941 человек. Инфекционные стационары загружены на 32%. Общее число летальных исходов составляет 469 случаев. Вакцинация населения продолжается. Каждый день в медицинские учреждения области приходят сотни человек, чтобы пройти курс вакцинации от коронавируса. Ведь здоровье – главное богатство, которым нужно дорожить. Как проходит кампания в Третьей городской поликлинике, расскажет Илья Кудряков. Получить вакцину от коронавируса, не приходя в медучреждения, могут пожилые пенсионеры и инвалиды. В Третьей городской поликлинике действует несколько мобильных бригад. Каждый день здесь принимают больше 50 человек. Сначала осмотр у терапевта, а затем в процедурный кабинет. Кто-то только решился получить первый компонент, кто-то пришел поставить второй. А некоторые считают, что пришла пора ревакцинироваться. Первый компонент я получил в январе, и вот спустя 21 день пришел, чтобы поставить второй. Думаю, что каждый сознательный человек должен пройти вакцинацию. Это наше здоровье. Мне уже поставили второй компонент. Чувствую себя хорошо. Температуры нет, не тошнит, голова не кружится. Начиная с февраля 2020 года, когда кампания по вакцинации только стартовала, в Третьей городской первый компонент получили больше 40 тысяч человек. Второй – около 37 тысяч. Из них 5,5 тысяч уже прошли ревакцинацию. Ревакцинация у нас идет по нашей поликлинике нормально, не жалуемся. Все население осознает, что надо уже прививаться, что уже эта вакцина нас защищает от коронавируса, что симптомы протекают более легче, вакцина хорошо переносится. И кто привитой, они быстрее выздоравливают. И карантинный срок сейчас в данный момент от 14 дней до 10 дней сократился. Поликлиника работает с 8 утра до 20.00. Получить прививку от коронавируса можно в любое удобное для вас время. Только благодаря вакцинации жизнь вернется в прежнее русло, уверяют врачи. Илья Кудряков, Олег Косинов, Служба новостей. В Казахстане продолжается кампания по иммунизации населения. Так, в медучреждениях областного центра проходит ревакцинация граждан препаратами Веросел, Казвак и Спутник Лайт. Отдельного внимания заслуживают уязвимые слои населения. Это подростки, лица старше 60 лет, а также беременные и кормящие. Для них доступен препарат Фазер. В целом, к вакцинации североказахстанцы относятся положительно. Многие отмечают, что ощутили на себе последствия коронавируса. Активно призывают сограждан защититься от опасной инфекции. Я провакцинировалась. И вот сегодня, кстати, иду из больницы, получив вторую вакцинацию «Спутник ВИД». Чувствую себя хорошо, потому что вакцинация нужна для того, чтобы были самые здоровые, окружающие не заражали. Положительно всем советую. Сама вакцинировалась в числе первых. Ну, считаю, что это нужно и важно в наше время. Показывают, что очень много заражений. И мне кажется, это как от гриппа. Как вот были же от гриппа вакцинации. Еще даже в детстве. Оно так и должно быть. На сегодняшний день 294 168 человек получили первый компонент прививки. 275 880 граждан прошли полный курс вакцинации. К слову, более 11 тысяч человек выбрали Pfizer. Большая часть из них – подростки. Число людей, прошедших ревакцинацию, превысило 73 тысяч. Полицейские области задержали подозреваемых в отстреле лося. Это первый случай незаконной охоты с начала года. О ходе расследования вы узнаете из материала пресс-службы областного полицейского ведомства. Факт незаконной охоты выявлен в ходе совместного рейда участковым инспектором полиции, инспектором Национального государственного природного парка Кукшетау. В лесу озера Желтыр Козылжарского района они заметили три снегохода и людей, занятых разделкой туши. В один момент обнаружили три снегохода, стоящие в лесу, и трое молодых людей, которые закапывали в снег шкур. Я выбрал один снегоход, который был поближе ко мне, и начал его преследовать. Один из подозреваемых задержан. Им оказался 47-летний житель района. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконная охота». Еще двое жителей райцентра установлены позже. 30 января 2022 года в дежурную часть УПК Козылжарского района поступило телефонное сообщение о том, что на территории Козылжарского района выявлен факт незаконной охоты местным егерям и участковым инспекторам полиции Белобровка. На место происшествия был учтен выезд следственной оперативной группы. По прибытию на место было установлено, что на месте происшествия был произведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства. Изъяты три снегохода, двуствольное ружье ИШ, части разделанного животного. Все трое подозреваемых содержатся под стражей. За незаконную охоту на особо охраняемой природной территории закон предусматривает ответственность до 6 лет лишения свободы. К слову, полицейские напоминают, что и в охотничьих хозяйствах на данный момент разрешена охота только на пушного зверя. Отстрел копытных животных с наступлением января запрещен. Анастасия Дроняк при содействии областного департамента полиции. В регионе с начала года произошло 54 пожара. Только 13 случаев за последнюю неделю. Подробности в следующем материале. За последнюю неделю в регионе зафиксировано 13 пожаров. Часть из них в областном центре. Например, возгорание хозяйственной постройки при мечети, квартиры жилого дома по улице Интернациональная 21 и овощного склада рынка Достык. К слову, в последнем случае огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Уничтожены кровля, стена и внутренняя обшивка помещения. Практически во всех случаях причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности. По пожару на рынке Достык сейчас будет назначен ряд экспертиз, которые будут определять причины пожара, установление винов на лице, а также материальный ущерб. 7 февраля в селе Бесколи из-под кровли частного дома валил густой дым. Горели помещения кочегарки, холл и кровля здания. Более 10 сотрудников пожарных частей задействованы в тушении огня. Площадь возгорания 90 квадратных метров. Пострадавших нет. В результате пожара получается уничтожена кровля жилого дома, потолочные перекрытия мансардного помещения, повреждены стены мансарды, кочегарки, холла и общее закопчение жилого дома в результате данного пожара. У нас с начала года по объектам пожара у нас произошло два пожара. Это на автотранспортных средствах, один пожар в жилом доме и два пожара в банях. Всего с начала 2022 года в области произошло 54 пожара, в огне погибло двое человек. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов тенге. Тамерланд Любаев, Олег Косинов, Служба новостей. 57 педагогов привлечены к дисциплинарной ответственности в прошлом году. В 2022 в Североказахстанской области функционирует свыше 550 советов по педагогической этике. В их составы вошли больше полутора тысяч педагогов, около 500 представителей управления и отдела образования, а также члены профсоюзов. Всего советами по этике педагогов в прошлом году проведено около 1300 заседаний, поступило 160 обращений. По итогу разбирательств 57 педагогов понесли дисциплинарную ответственность за нарушение академической честности во время сдачи квалификационных экзаменов и морально-этических норм. Те, кто должен отвечать за качество знаний своих учеников, сами пытались списать. Во время тестирования они использовали шпаргалки и сотовые телефоны. Как итог, результаты нерадивых педагогов аннулировали. В сегодняшний день ужесточены правила получения аттестации педагогами. И те педагоги, которые нарушали правила, в течение пяти лет лишаются возможности подавать заявление на повышение своей квалификации. А также имеющаяся квалификация у них, допустим, педагога-эксперта, исследователя или модератора, аннулируется просто до педагога. В Петропавловске появился современный приют для бездомных собак и кошек. Объект, не имеющий аналогов в стране, открыли месяц назад. Специальный центр рассчитан на 300 кошек и 500 собак. Проект реализовал местный предприниматель Андрей Исаков. Как спустя месяц чувствуют себя бездомные животные, узнаете из нашего сюжета. Я очень люблю животных, кошек, собак. И мне всегда хотелось для них создать комфортные, достойные условия для существования. Известный в регионе предприниматель меценат Андрей Исаков последние 10 лет помогал волонтерам, защищающим животных. Так пришла идея построить центр для бездомных собак и кошек. Для получения опыта объездил страны СНГ. Эта практика была мной опробована и внедрена с Харьковского приюта. Я туда ездил, ознакомился с работой приюта, с функционированием, как они вообще его строили, как развивают. У них этот приют построили на европейские деньги. Когда Украина начала вступать в Евросоюз, эту подготовку, обязали в каждом городе иметь приют. У каждого четвероногого обитателя приюта своя печальная история. Одних оставили на улице при переезде из частного сектора, других бросили под двери приюта по неизвестным причинам. В большинстве случаев животные попадают сюда в тяжелом состоянии. Любое животное, которое к нам заходит, оно должно где-то 40 дней быть в зоне карантина, чтобы там получило необходимые прививки, необходимое лечение, чтобы он уже обработанный, с прививками, уже попадал в ту зону, где все животные, чтобы никого не заразил. Ежемесячно на содержание животных тратят около 7 миллионов тенге. Сегодня за четвероногими ухаживает 17 специалистов. Кормят их два раза в день, убирают за ними. Здесь у нас есть специальные в штате люди, которые следят за собаками. Я думаю, что они здесь у нас получают достойное питание, уход, своевременную медицинскую помощь. И надеемся, что они все-таки обретут домашний очаг, домашние руки, домашние какие-то условия и найдут свой дом, своих нормальных хозяев. По словам нашего героя, в центр поступают звонки о безнадзорных собаках-кошках. Некоторые жители привозят животных сами. Позвонила девушка, собака провалилась в колодец с водой. Это щенок-подросток. То есть, ну, по-любому все бросила, поехала. Поехала, нашла людей, кто помог мне достать их. Щенок мокрый, замерзший был. Вот, на такие случаи, конечно, выезжаю. В ближайшее время в приюте появится ветеринарная клиника и гостиница. То есть, жители, уезжая в отпуск, могут оставить своих питомцев на несколько дней. Наталья Яитова, Нурбол Болгобеков, Адиль Нуржанов, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.